Музей Домик Каширин открыт сегодня после реконструкции. Дом, принадлежавший деду великого нижегородского писателя Максима Горького, был превращен в музей в 1938 году. В нем была создана обстановка, в которой рос маленький Алеша Пешков. В преддверии 150-летия со дня рождения писателя там были проведены масштабные ремонтные работы. Обстановка этой комнаты типична для мещанского быта того времени. Красивые деревянные лесной спинки, диван, стулья, стол. Здесь же фотографии данных богатых родственников, у которых позднее в людях будет работать маленький Алеша. Дед был грамотным человеком, умел читать, считать и писать, несмотря на то, что... На Бурлацовом он был. Да, на Бурлацовом он был. Из очень бедной семьи он был. И именно дед был первым учителем будущего писателя. Он его учил читать по церковным книгам. Мы хотим предложить вам сесть в кресло деда Василия Васильевича Каширина и оставить первую запись в новой летопись этого музея. Я здесь уже был не один раз. Здесь все очень изменилось после реконструкции. Я читал повесть детства. Можно сказать, что в повести описывался вот этот же дом. Обстановка почти такая же. Хочу сказать о том, что первая «Ласточка» открылась. В ближайшее время, в начале февраля, мы будем открывать музей-квартиру. Там завершают уже работы и восстановление экспозиции. 22 марта мы откроем новую экспозицию «Максим Горький. Новая жизнь» непосредственно в одном из залах литературного музея. Для всех подготовлены новые экскурсионные программы с элементами тетрализации, с мастер-классами. Было отрадно увидеть, насколько проникнуты здесь горьковскими строками все помещения, утварь, все, что находится в этом замечательном музее. Но отдельно хотелось бы сказать, что наша задача, конечно, не только сохранять, но и распространять горьковское наследие, учить наших детей. Потому что на самом деле Горький сказал замечательные слова, что всем лучшим, что есть во мне, я обязан книгам. Потому что чтение – это залог становления хорошего человека из ребенка.